У вас или у ваших близких катаракта и вы планируете операцию по замене хрусталика глаза? Что нужно учесть до операции, чтобы после операции вы получили максимальное восстановление зрения и не оказались в ситуации, о которой мне иногда пишут на моем канале, что лучше бы операцию вообще не делал? Всем привет! С вами снова Алексей и вы на канале о зрении и замене хрусталика глаза неофтальмолог. Если мы еще не знакомы, то вы должны знать, что я работаю в сфере замене хрусталика глаза уже более 25 лет, а почему он канал называется неофтальмолог и кто я такой, подробнее можно посмотреть в описании канала и на моем сайте ioladvisor.com, ссылочка будет в описании к этому видео. А сегодня я хочу вам рассказать о трех базовых ошибках, которые совершают подавляющее большинство пациентов, которые идут на операцию по замене хрусталика глаза. Как ваше зрение в этой ситуации должно вам помогать жить полноценной жизнью? Ну, на самом деле вам очень повезло, если вы смотрите этот ролик сейчас. Почему вопрос зрения с очками или без, это не единственный вопрос, который должен вас волновать? И вот именно в таком случае ваша предоперационная консультация пройдет хорошо, комфортно. Кстати, не делайте еще одну ошибку, не выбирайте хрусталики по стране-производителю. И, конечно же, я расскажу не только о трех базовых ошибках, а я расскажу о том, что нужно сделать, чтобы их избежать, и чтобы вы получили максимальное качество зрения после замены хрусталика глаза. Первая и самая важная ошибка заключается в том, что подавляющее большинство пациентов не догадываются о том, чем именно операция по замене хрусталика глаза отличается от любой другой операции, ну или от подавляющего большинства операций. А суть заключается в том, что вы, как пациент, в подавляющем большинстве случаев можете выбрать определенный тип и конкретную модель хрусталика, который будет установлен вам в глаза во время операции. Да, это может звучать странно, и наверняка вы знаете, что хрусталик должен выбирать врач, и как вы выберете хрусталик, если вы в этом вообще ничего не понимаете? Оставайтесь на связи, смотрите ролик до конца, и я подробно расскажу, как это происходит и почему это возможно, и в каких ситуациях это может оказаться невозможным. Но на самом деле, как я уже сказал, да, в подавляющем большинстве случаев вы можете выбрать, какой именно хрусталик вам будет поставлен. Почему это важно? Потому что у каждого человека свой стиль жизни и свои зрительные потребности. А разные модели хрусталиков дают абсолютно разное качество зрения, и могут либо сделать очки обязательным атрибутом вашей жизни, либо подарить вам жизнь, свободную от использования очков. Какой именно тип хрусталика лучше всего подходит под ваши индивидуальные зрительные потребности, вы можете абсолютно бесплатно узнать на моем сайте ioladvisor.com. А для того, чтобы уже выбрать конкретную модель, которая будет оптимальной для вашего случая, вам нужно либо попасть к врачу, который уделит вам достаточно времени, чтобы понять ваши истинные зрительные потребности и подберет под них оптимальное решение, либо обратиться ко мне за получением персональной консультации по вашему конкретному случаю. Детали по ссылке в описании. Вы можете выбрать, какой именно хрусталик вам будет поставлен. Ну, здесь можно провести такую простую аналогию, как, например, если вы, например, мужчина, вы знаете, что тормозные колодки в автомобиле вы можете поменять. И, возможно, многие из моих зрителей даже умеют это делать самостоятельно, но чаще всего вы приезжаете на СТО для того, чтобы вам тормозные колодки заменили. А если вы женщина, ну, например, вы вряд ли меняете самостоятельно тормозные колодки, но вы, например, ходите в парикмахерскую и краситесь. И вот именно там вы можете выбрать и, например, какой краской воскрасить, ну, как минимум цвет и, возможно, даже бренд. И именно так же технически все может происходить с хрусталиками. То есть первая и самая важная ошибка, которую совершают большинство пациентов, это тот факт, что они не задумываются о том, что тип хрусталика или модель они могут выбрать самостоятельно или, в принципе, поговорить об этом с хирургом. И в этом месте может возникнуть первая проблема. Хирург может предложить и, собственно, поставить вам именно тот тип хрусталика, который он считает нужным или который ему более удобен, без учета ваших зрительных потребностей, ваших ожиданий и ваших пожеланий по поводу вашего зрения после операции. И на самом деле некоторые хирурги так и поступают. Ну, например, если отмотать в прошлое, лет на 15-20 назад, то катаракта была такая, скажем, условно говоря, техническая операция. У вас был помутневший хрусталик, хирург брал какую-то прозрачную линзу, имплантировал глаз и как бы все. И на сегодняшний день часть хирургов и продолжает так работать. То есть они смотрят на катаракту, как на проблему помутневшего хрусталика, который нужно заменить просто любым прозрачным хрусталиком. И это на самом деле часто работает, потому что если у вас сильная катаракта и вам ставят любой хрусталик, вы сразу хорошо видите. Но проблема начинается чуть позже, когда вы понимаете, что зрение к вам вернулось, но оно какое-то не такое, как бы вам хотелось. На сегодня существует огромное количество моделей хрусталиков и как минимум 4 базовых типа хрусталиков, о которых я рассказывал в отдельном видео. Ссылочка будет в этом углу и в описании к ролику. Можете посмотреть о том, в принципе, какие хрусталики бывают. Но не спешите переключаться, досмотрите это видео до конца, потом пойдете, посмотрите то, что есть в описании. Хорошо, продолжим. На самом деле, сегодняшнее лечение катаракты это чаще так называемая рефракционная операция, когда замена хрусталика глаза решает не только проблему непрозрачности вашего хрусталика, а она дополнительно может решить еще огромную кучу других проблем и по-разному повлиять на ваш последующий зрительный опыт. И именно в сфере вашего последующего зрительного опыта находится и вторая ошибка, которую совершает подавляющее большинство пациентов перед операцией. Вторая ошибка заключается в том, что перед операцией вы обязательно должны подумать, как именно вы бы хотели видеть после операции. О чем здесь следует подумать? Самый важный и самый базовый вопрос в этом случае, это в каких ситуациях вы не хотели бы пользоваться очками после операции в принципе? И второй вопрос, в какой ситуации вы в принципе готовы были бы использовать очки для определенных видов деятельности? Дело в том, что современные хрусталики глаза не умеют полностью заменять наш родной хрусталик и не умеют аккомандировать, то есть у них нет возможности, как у нашего естественного хрусталика, настраиваться на разные диапазоны от глаз, на разные диапазоны зрения. И именно поэтому современные хрусталики существуют в достаточно большом количестве моделей, которые могут обеспечивать ту или иную остроту зрения или, скажем так, дать возможность вам видеть какие-то мелкие детали на разных расстояниях от ваших глаз без использования очков. А некоторые другие хрусталики в принципе не могут это сделать и могут дать вам какое-то одно фиксированное расстояние, но при этом вам будут нужны очки. На самом деле вопрос, который касается очков, это не единственный вопрос в этой ситуации и вам еще нужно понять насколько зрение при условиях недостаточной освещенности, а это какая-то ситуация, какие-то ситуации сумерки, дождь, туман, ночное зрение, вождение автомобиля, насколько в этих ситуациях зрение для вас важно. И смотрите, я сейчас не говорю о том, как выбрать хрусталик в этих ситуациях. Дело в том, что вам в первую очередь нужно подумать о своей жизни, заметить то, чем вы занимались до операции или чем занимаетесь сейчас, или наоборот подумать, чем бы вы потом хотели заниматься и как ваше зрение в этой ситуации должно вам помогать жить полноценной жизнью. Потому что вот это понимание себя и понимание того, как именно вы хотите пользоваться своим зрением является абсолютно важной историей для третьего этапа, на котором тоже очень часто совершаются ошибки. А третий этап называется предоперационное консультирование по хрусталикам глаза в клинике, либо разговор с вашим хирургом, либо разговор с техническим специалистом или с врачом на тему выбора типа и модели хрусталика глаза. И вот этот третий этап, он часто бывает самый сложный и самый противоречивый из всего, о чем я сейчас буду говорить. Дело в том, что общение с хирургом или общение с вашим врачом, оно практически всегда ограничено во времени. Это обычно визит длительностью 15-20-30 минут, крайне редко это может быть какое-то общение в течение часа или может быть даже больше. Практически никогда. И заметьте, я говорю сейчас только об этапе общения с хирургом на тему выбора искусственного хрусталика глаза. Это именно тот этап, который должен происходить уже после полного обследования вас в клинике. Кстати, что такое полное и качественное обследование в хорошей клинике, у меня тоже есть отдельное видео, загляните в описание, я положу туда ссылку на этот видос. Посмотрите, чтобы вы понимали, чем отличается, скажем, обследование в хорошей клинике и в не очень хорошей. Суть в том, что после полного обследования у вашего хирурга или у вашего врача, с которым вы будете общаться, должна быть полная картина по вашему состоянию глаз. То есть, у него должна быть информация о рефракции, об остроте зрения, о состоянии сетчатки, дисхезрительного нерва, скажем так, внешний вид, структур глаза и так далее. Для того, чтобы понять, есть ли у вас какие-то медицинские ограничения по типам хрусталиков. А вот после этого, если у вас каких-то медицинских ограничений нет, вот в этот момент, в идеальной картине мира должна возникнуть дискуссия, когда врач спрашивает, как вы хотите видеть, и чаще всего вопрос звучит так, ну если вы хотите читать без очков, то это вот такой хрусталик, а если хотите как бы читать с очками, то можно дешевле и вот этакий. Но на самом деле это глубоко неправильный подход, потому что существует огромное количество ситуаций, кроме чтения и вождения автомобиля, например, в которых качество вашего зрения может требовать каких-то особых условий, которые может дать та или иная модель хрусталика. И вот на этом этапе происходит огромное количество ошибок в выборе типа и модели хрусталика. Потому что, в первую очередь, вы, как пациент, часто просто не подготовлены к такой дискуссии. Ну, во-первых, вы не знаете, что вы можете выбрать хрусталик. Это первая ошибка, о которой я говорил. Второе. Вы, в принципе, не задумывались о том, ну вообще, как вы живете. Потому что, если у нас проблем со зрением нет или никогда не было, ну, мы просто пользуемся своими глазами, не задумываясь о том, что мы делаем. И вторая ситуация. Когда у вас внезапно возникла катаракта, и вы с ней еще и пожили какое-то время, и, ну, попользовались вашим плохим зрением, обычно у вас желание «сделайте что-нибудь, только уберите эту проблему, я хочу хорошо видеть любыми средствами». И в этот момент существуют две базовые ошибки. Первое. Вы, как пациент, можете не осознать ваши зрительные потребности, потому что вот вы этот второй этап, о котором я говорил, пропустили. Вы не подумали, как вы хотите видеть. И вторая проблема. Когда вы очень плохо видите, вам хочется сделать хоть что-нибудь, чтобы немножечко облегчить ваше состояние. И эта ситуация называется «недооценка важности той или иной зрительной ситуации». И в этом случае многие врачи, они часто не уделяют этому достаточно внимания для того, чтобы правильно выслушать пациента, дать ему какую-то развернутую информацию и для того, чтобы вы могли выбрать, что вы хотите получить и сколько вы готовы за это заплатить. Связано это со многими причинами, я сейчас не буду о них говорить, но на самом деле вот третья ошибка, которую вы можете сделать – это не подумать о себе и не поговорить детально с врачом. Потому что вот на этапе коммуникации с врачом очень много информации теряется в голове пациента, потому что вы не готовы. Вы не понимаете, что говорит врач. И это нормально, потому что вы не учились в медицинском вузе, вы в принципе просто живете и хотите дальше просто жить и побыстрее избавиться от этой проблемы. А врач каждый день совершает примерно 10-20 подобных консультаций и, условно говоря, говорит одно и то же. И ему тоже с этим сложно. Плюс у врача есть какие-то свои предпочтения по хрусталикам, которые есть в конкретной клинике и здесь тоже существуют свои нюансы. Поэтому третья ошибка, о которой я хотел бы сказать – это неполноценная консультация вас как пациента с вашим врачом. И в чем она заключается? Вы можете слушать врача, вам может быть стыдно, что вы чего-то не поняли или чего-то не услышали и говорите – да, окей, все понятно. Или наоборот. После операции у вас есть какие-то проблемы, доктор вам говорит – ну, слушайте, подождите, это пройдет. И вы уходите, проходит месяц, два, три и ничего не происходит. Ничего никуда не уходит. А вы, возможно, возвращаетесь к врачу и опять говорите – доктор, у меня проблемы. И он говорит – ну, вы подождите. Вот, друзья, вот так делать не нужно. Всегда задавайте вопрос вашему врачу до того момента, пока вы полностью не поймете, что с вами происходит. Потому что иногда бывает так, что врач может, скажем, видеть какую-то проблему, но не говорить ее вам или еще какие-то причины. И вы сидите, ждете и ничего не делаете – это неправильно. Поэтому для того, чтобы ваше зрение после операции было максимально комфортным, тщательно и полноценно старайтесь выяснить все, что вам нужно у врача до операции. И обязательно постарайтесь до операции вот до этой консультации с врачом подготовиться. Ну, на самом деле, вам очень повезло, если вы смотрите этот ролик сейчас. Потому что, если вы его смотрите, вы уже зашли на мой канал и вы уже в какой-то мере готовы к разговору с вашим врачом. И тогда та информация, о которой вам врач будет говорить, она будет вам заходить лучше, скажем, в ваше сознание, вы ее будете лучше понимать. А если это первый ролик, который вы смотрите на тему катаракты и замены хрусталика глаза, то лучшее, что вы можете сделать перед вот этой консультацией – посмотреть мои другие видео, чтобы понять вообще, какие хрусталики бывают, какие материалы, как вот это все устроено, почему зрение с очками или без – это не единственный вопрос, который должен вас волновать в выборе типа хрусталика и так далее. И вы можете получить мою консультацию на тему выбора хрусталика глаза. Если у вас нет времени, ваш врач вам не объяснил или вы хотите подготовиться к разговору с вашим врачом, вы можете обратиться ко мне за консультацией. Детали, как ее можно получить, тоже в описании к этому ролику. И вот только после этого, когда вы посмотрите видео на моем канале, либо возьмете мою консультацию и обязательно зайдете на мой сайт ioladvisor в раздел «Подобрать хрусталик глаза» и пройдете через специальную анкету по выбору типа хрусталика глаза. Только тогда вы будете более-менее готовы к вот этой финальной консультации с вашим хирургом, где вы сможете уже окончательно получить какое-то конкретное предложение по моделям хрусталиков. Вы уже тогда сможете хорошо услышать и понять вашего врача, чтобы оценить, что вам предлагают, какое качество зрения вы можете ожидать, чего вы точно получить не сможете, потому что технологии не идеальны и нет идеальных хрусталиков и вам чаще всего придется столкнуться с какими-то ограничениями этого выбора. И вот именно в таком случае ваша предоперационная консультация пройдет хорошо, комфортно и ваши зрительные результаты после операции будут вас максимально удовлетворять и дадут вам действительно ощущение восстановления зрения, а не какое-то ощущение несчастья и потерянных денег. Кстати, не делайте еще одну ошибку, не выбирайте хрусталики по стране-производителю. На самом деле, хрусталики можно выбирать как минимум по бренду и еще более подробнее по конкретной модели. Потому что производство хрусталиков на сегодня настолько стандартизировано, что в принципе, условно говоря, любой человек, обладающий достаточным капиталом, может купить себе производственную линию по хрусталикам и начать их делать. Это не проблема. Проблема в другом. Вернее, в двух местах. Первое – это те технологии, которые вкладываются в ту или иную оптику. Это материалы и то, как мы работаем с этой оптикой. И второе – любое производство имеет определенные допуски и определенный процент брака. И вот это второе – это то, как именно мы обходимся с нашим производством, какой процент брака мы допускаем и какие у нас допуски в точности производства. И это уже та штука, за которую отвечает конкретный бренд и модель и тип хрусталиков в зависимости от его ценового диапазона. Потому что, как вы можете догадаться, если мы допускаем больше брака, у нас хрусталик дешевле. Если мы сильно стараемся получить качественный продукт, то чаще всего производство будет дороже. И это закон, который мы не можем обойти ни в одной сфере производства и в принципе ни в одной сфере бизнеса. Итак, подведем итог. Ваши три базовые ошибки – это первое – не знать, что вы в принципе можете выбирать тип хрусталика. Второе – не подумать о том, как вы хотите видеть после операции или не быть готовым к этому вопросу, к этому аспекту общения с вашим хирургом. И третье – не подготовиться к общению с вашим хирургом, не подготовиться к этой предоперационной консультации, чтобы либо хорошо задать вопросы хирургу, для того, чтобы врач вас услышал, понял ваши зрительные потребности, которые вы на втором пункте, вот этой второй ошибки осознали. И вы были бы готовы к общению с хирургом. Вот только в этом случае, когда вы знаете, что вы можете выбирать, вы знаете, что вы хотите, и вы готовы к общению с хирургом, вот только в этом случае вы можете рассчитывать на действительно хороший результат. И более того, на этом этапе вам будет проще выбрать и понять для себя, насколько тот или иной хирург стоит доверия или нет. Потому что, когда вы понимаете, что вы хотите, как вы хотите видеть, вы уже на этапе общения с врачом поймете, насколько он, скажем, является обычным катарактальным хирургом, которому просто хочется достать мутный хрусталик и поставить любой прозрачный. Либо это врач, который относится больше к вот этому типу новых, современных катарактальных хирургов, которые, по сути, являются и катарактальными, и рефракционными, которого больше беспокоит, как вы хотите видеть, насколько вы готовы и сможете быть независимыми от очков, и как в этой всей истории учесть какие-то особенности вашего зрения, какие-то другие глазные болезни и патологии, и какие-то возможные риски, которые могут случиться с вами в будущем с учетом вашего анамнеза или вашей медицинской ситуации. С вас лайк, подписка, и увидимся в следующих выпусках. Пока!